Итак, всем привет! Сегодня расскажу о том, как посмотреть расписание электричек с помощью приложения Яндекс.Электрички или ЯЭлектрички, еще по-другому называют. Давайте откроем, посмотрим. Итак, здесь все просто. Указано вначале, откуда нам надо ехать. Вот, ну, допустим, Великий Новгород, где я нахожусь. И куда? Ну, допустим, Санкт, Санкт-Петербург, все вокзалы. Ну, и вот, расписание обновляется. И здесь внизу видим 5 июля. Сегодня, то есть все закончились. Видите, сейчас уже 19.25. И последняя ушла 18.46. Давайте тогда выбираем завтра. И смотрим. Вот уже 0.640, цена 604 рубля. Заходим в нее, видим расписание, остановки. Можем посмотреть все тарифы. Вот, то есть, видите, ласточка самый дешевый 604 рубля. Билет туристический будни на ласточку 900. Ласточка детский тариф 456. Ну, и абоненты, видите, даже есть цена на абоненты. Ну, допустим, на один месяц 30 дней на ласточку. Это 28 тысяч. Вот, то есть, если вы 30 дней ездите туда-обратно, ну, допустим, да, посчитаем ласточка 600, 1200 рублей в день, да, и умножить на 30. Действительно, это выгодно. 1200, умножить на 30, получается 36 тысяч, а так вы будете платить 28 тысяч. Причем, я так понимаю, что вы можете ездить гораздо чаще, чем, значит, туда-обратно каждый день. Так что, можно тут пополнить карту, пополнить тройку, пополнить стрелку. Это, по-моему, стройка, это точно Москва. Стрелка, это, по-моему, Санкт-Петербург. И подорожник, это, по-моему, все-таки Москва. Так что, друзья, все поезда. Здесь еще есть только экспрессы, видите, потом есть только без экспрессов. Вот, все поезда. Ниже ваши билеты. Москва-Шереметьево или вы еще покупали билеты. Вот, то есть, здесь можно... Ну-ка, давайте все тарифы. Так, время. Значит, оповещение перед отправлением. Будильник за 5 минут можно поставить. За 5 минут до Санкт-Петербурга. Оповещение перед отправлением. Вот, тоже можно поставить. Все это автоматически. Вот, значит, пока здесь я не вижу. Видно из-за того, что карта не активирована, я не могу покупать билеты. Вот, потом в избранное добавлять. Ну, и здесь еще сегодня выбрать станцию и посмотреть расписание. Ну, давайте Великий Новгород. И сегодня, завтра все остановки и так далее. Ну, и в настройке пригородная зона Санкт-Петербурга. Количество дней, 2 примерно. Можно добавить здесь, понимаете, то есть, там всего 2 дня показывается. Показывать остановки можно добавить. Показывать номера поездов, фильтр поездов. И темная тема. Ну, естественно, всем нравится темная тема, поэтому я ее сейчас включил. И рекомендую всегда темную тему, потому что она экономит ваш заряд и выглядит круто. Так что, друзья, вот такой вот быстрый обзор. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылочка будет на приложение, как всегда, в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.